Кандидатов двойников давно применяется в предвыборной гонке и не только в России. В 2012 году, к примеру, в Одессе сразу четыре кандидата носили фамилию Гончаренко. А в Ступинском районе под Москвой в одном из округов также зарегистрировались четыре кандидата с фамилией Вагин. Грязные технологии, по мнению политиков, направлены на то, чтобы обмануть и запутать избирателей. Здравствуйте! Скажите, а вы на выборы пойдете? Обязательно. Каждый год хожу. В этом году три человека с одинаковыми фамилиями. Вы в курсе? Ну, знаю. К нам даже домой приходили, консультировали. Как вы к этому относитесь? Для меня это не первые выборы. Много лет уже. То есть вас не обманут? Меня не обманешь, да. Я уже пенсионерка, я уже много выборов прожила, так что меня нет. Всех агитируешь только в отдельные выборы. В этом году, у нас 26 апреля, выборы, да? Три кандидата с одной фамилией. В курсе? Три? Три. Два уже сняли. Значит, было четыре, два сняли. С одной фамилией у нас три? С одной фамилией. Которые зарегистрировали? Да. Я в курсе дела, я знаю. А как вы к этому относитесь? Думаю, что это подстава. Только так. Как себя нужно вести? Сразу смотреть, читать, кто же за что, и где человек находится, и чем он занимается. Там кратко, два-три слова все равно идет о кандидате. Мы будем смотреть по имя и отчеству. Ну, вы знаете, за кого вы будете голосовать. Мы все грамотные и умные, поэтому... Не запутают. Нас не запутает. Но они же разные люди. Это зависит от этого. Причем здесь фамилия? То есть не перепутаете? Нет, не перепутаем. Мы уже выбрали кандидата. Пока говорить не буду. Это будет выглядеть уже как... Да-да-да. Агитация, да? Ну, выбрали. Ну, выбрали. Родственники дальние. Какие-нибудь. То есть это вот так вот? Ну, мало ли. Все бывает в жизни, знаете. На выборы пойдете? Нет. Я не знала, что будут выборы. Во время визита губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Ленинский район в ходе встречи с населением на чье-то замечание жителей о том, что на сегодняшний день несколько человек по фамилии Хромов зарегистрировались кандидатами на пост главы района, губернатор ответил – Хромов хромовым рознь. Не позволить себя обмануть проголосовать именно за того кандидата, в котором уверены, а не за его однофамильца – задача каждого из нас. Нужно просто быть внимательными, ставя галочку напротив имени человека, которому мы готовы доверить руководство нашим районам. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Евгений Садовский. Видно.